Рыболовы Есть небольшой такой хитрый приемчик, который позволяет, ну, в большинстве случаев, чтобы опарыш не соскакивал с крючка после поклевки и не убегал на основную леску Сейчас я вам покажу, как правильно привязать крючок Ну, для этого мы берем, собственно, крючок Вот, вот мы вот этот возьмем Так, леску, собственно, леску, ну, леска у нас 109, 0,109 Для начала мы вяжем крючок обычным способом Каждый вяжет по-своему, это, в общем-то, вопрос такой индивидуальный Значит, привязываем крючок Я делаю порядка 7-9 оборотов После, перед затягиванием узла, нужно смочить леску Она так меньше травмируется и сохраняет прощесть Вот я крючок привязал Длина поводка, ну, 10-12 метров для уклейки больше не нужна Делаем петельку Все пока идет традиционно, как вы вязали, так и я вяжу Заканчивается все петелькой Вот, собственно, у меня поводок Далее мы берем леску значительно толще, чем на поводке Имитируем привязывание этого же крючка, но уже на толстую леску Делаем такой же бандажик Узелочек Ветер мешает Это, конечно, лучше делать дома И я, как бы, привязываю этот же крючок еще на леску 2-0-16 Вот, точнее, 0-16 Смачиваем Затягиваем узел Ну и самое интересное сейчас Мы должны Откусить, отрезать Толстую леску Таким образом Чтобы у нас остался усик, торчащий вниз Он-то и не позволит опарышу сползать с крючка Вот, показываем Сейчас еще основную отрежу Вот этот усик, он не даст опарышу сползать Он немножко длинноват, можно чуть-чуть покороче его сделать Кто-то скажет А что, ну, можно было здесь какую-нибудь там капельку поксидки, еще чего-то Да, наверное, можно что-то придумать Дело в том, что по условиям спортивной ловли Никаких дополнительных монтажей на крючке, на леске не предусматривается А узелочек Он отрежет Так что вот В большинстве случаев опарыш будет оставаться на целье Мы и в будущем Постараемся вот такие маленькие нюансы Вам рассказывать С вами был Николай Лукоянов И компания Оболожанка